МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господи, боже мой, ребята! Смешни! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Жук-жук-жук-ча! Ха-ха-ха! Да уж! Безпосередні! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Та-на-ририририрай! И всех их объеднует... Идеально! Любовь до кулинарии! А-а-а! Погнали! Сьогодні вы побачите... Кулинарный кошмар всех часов и сезонов на кухне мастер-шефт-дети. О, что? Ну, Господи! Вот же мой! Скелет! Да, за что? Я в Луканске. Мы оттуда уехали, потому что там началась война. Я тоже из Луканске. У меня там остался дом. Приготовить обед для детей из зоны АТО. Я очень хотела этим детям угодить. Лука! 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 Я приготовил помидоры. Он засунув их в плов. Бежали! Бежали! Чи зберутся дети та приготовят замовлення гостей? Бегом! Бегем! 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 Всем привет! Бегем! Бунт на кухне мастер-шефт-дети. Жестый бевел! Фу, гад! Побойся, богат! О, Боже! До чего он докатился? Ты гад! Таня, сливай! Ой, сливальщик! Чому участники зненавидели Данила Киеву? Он наглый, жесткий подлет. Я капитан, я капитанствую. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Далее, Лэша Найт Цикавиша. Мастер-шеф! Мастер-шеф! Итак, сегодня заходим мы на кухню мастер-шеф. У нас сегодня пятая серия. Юбилей. Маленький, крошечный юбилей. Я такая иду уверенная в себе, как бы, уже с новыми силами. Строй такой сегодня крепкий, как бы хороший. Лучшик. Здравствуйте, пятнадцатка лучших! Здравствуйте! Як бы у пятнадцаткой, так остались пятнадцаткой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И у нас будет командный конкурс. Неплохо. Хорошо. Хорошо. Ура. Та-да-да-да. Вуаля. Мы стоим в шоке, потому что они достали три синих, три красных, три желтых. Ну, как бы, а что дальше? Но это не все. Глянь, что-то не страшно стало. А-а-а! Четыре! Класс, вообще. Пять команд будет по три человека. Ну, интересно. Хм, странно. Вообще был непонятный для меня конкурс, потому что я все время конкурсы ассоциирую себя с конкурсами взрослых, и мне что-то более-менее понятно. А сейчас я вообще не могу вспомнить никакой конкурс. Команд у нас будет пять. И столько же капитанов. Ну, и нам говорят, так как у нас нет еще лучших людей, мы выберем сами капитанов. Так, кто же будет первым капитаном? И Николай. Стоять. Вова Матричук. Я капитан не сильно люблю быть, потому что это сильно большая ответственность. Я, конечно, человек ответственный, что я понимаю, господи. Но все равно быть капитаном как так. На тебя все свешивают, ты можешь одеть черное такое. Влада Христенко. Господи. Ура, ура, ура. Радует, потому что, значит, это есть возможность доказать то, что я под своим чутким руководством могу довести команду до выигрыша. Кива Данил. Четвертый раз. Пять раз капитан, четыре выиграл. Я пять раз капитан, четыре раза моя команда выиграла. В принципе, чем бы мне не быть капитаном-то? Продолжаем дальше. Песня. 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 Пятым капитаном будет Антон. Антон дитут у нас. Я еще ни разу не был капитаном. И я, как бы, с одной стороны, хотел быть капитаном, но понимала, что это дополнительная ответственность. Ну, все равно понимала, что попробовать надо. Вова Матричук выбрал синие фартухи. Вашенька красная, Даня белая выбрал. Влада забрала зелёнку, новинку. Софа забрала жёлтый. И начали они набирать себе команды. Катя Слевинская. Слава богу, не киви передали взять. Ещё я вообще не хотела к Соне. Я думаю, отлично, с целью я сработал. Здесь поворот-то такой, а? Это поворот. Блин, а я не ожидал. Нет, вы ничего не подумайте, господи. Вот это все пошли сплетни, но то, что мы с ним встречаемся. Но я, господи, мы с ним просто дружим. Саша Козырь. Ну, интересно, интересный выбор. Я беру Козыря, потому что Козырь – это мой Козырь. Козырь – человек универсальный. Он может сделать всё, что ты попросишь. Да ну, нафиг. Да почему? Он будет. Букан мой есть. Не то, чтобы я проявляю симпатию к нему, просто он очень хороший человек, может пошутить, и он хорошо готовит. Иван взял Одессу, не знаю, почему Одессу, но… Мы с Одессой хорошо дружим, и, в принципе, ну, из тех, кто остался, достаточно хорошо готовит. Вова. Я? Да. Ого. Николь. Такая в припрыжку вышла, забрала, одела красный. Супер, вообще, всё, мега. И выбирает Вова, и забирает меня. Фух, не последний. Я сегодня не последний. Дашевскую, Дашевскую. А Дашевскую даже не смотрю. Даже не смотри. И тут я просто, я не ожидала, ещё там переглянула с капитанами и попросила, чтобы они не брали Кадю, потому что Кадя моя, я забила Кадю. Вот. Ну и Влада, я не знаю, она зло это мне или нет, но она взяла мою Кадю. Влада, а ты не боишься, что я тебе волосы подожгу ночью, нет? А мне какая разница, что там Соня говорит? Вот именно. Я себе выбираю команду, с которой мне будет удобно работать. Я такая, ну, блин, какого? Ты знала, что я хочу быть Дедковой? Зачем брать? Я её не люблю как капитана, ну, вообще, как участника, в принципе. Зачем ты? Я с тобой разговариваю. Что? Ничего. Она хотела к Соне. Нет. Ну, да. Вообще, да. Там оставался Тамашев, Настя и Вика. Из этих тех, я считаю, что лучше всего взять Вику. Я и взял Вику. Потом берёт Соня, она берёт Настеньку. И остаётся Тамашев, который идёт к Антону. Участник, позади вас рабочие поверхности. На всех столах лежат абсолютно идентичные продукты. Это универсальный набор ингредиентов французской кухни. Вырезка. Фуагра, тимьян, розмарин, чеснок, малина, сахар, мука, яйца, горошек, морковка, картофель, вук-порей, стебель фенхеля, бекон, гриб. У нас був винный уксус, сливки. Хочу вам сказать, что французская кухня на весь свит Продуктов просто на столах куча. Я думаю, что из этих продуктов можно составить штук пять блюд, наверное. Но, судя говоря, что нам надо приготовить одно блюдо. Команды, проявить максимум фантазии. Зробить свою страву оригинальною та неповторною. Залиште конкурентів с носом. Сьогодні це вкрай важливо. Потому что вперше за всю историю мастер-шеф Найгіршу страву визначати будемо не мы, а вы. Точнее, ваши капитани. Делизиозно. Мы ж лише оберемо кращу. Что? Что? Что ты делаешь? Капитане, на ваши плечи лягає величезная ответственность. Мы хотим, чтобы вы понимали, как это принимать решения, от которых зависит доля других. Побачим, насколько честными и объективными вы можете быть. Ух ты! Сейчас дело пойдет. Кто с кем дружит, кто кого любит. Что хорошо, господи. А там что, хотя бы хоть кому-то. Не, ну, конечно, понимаешь, что нужно сделать серьезное лицо. просто по правде, но голосовать по симпатии, скорее всего. Это круто, во-первых, быть судьей, понять, как там, ну, как бы, решить, что это судьбу. И мне это уже понравилось. На работу у вас будет 45 минут. Нормально. Вы готовы? Время пошло. Гриб, 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 гриб. Гриб, 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 гриб. Я просто не понимала, что из этого можно готовить. Знаете, как делают, типа, вырезку, поджаривают ее, обматывают беконом и запекают. Да, отлично. Тихо, чтобы они не услышали. Идея реально крутая, это будет вкусно, бекон будет хрустеть, создавать какой-то приятный вот этот вот аромат такого поджаренного мяска. Я, Аня, предложила идею с овощным пюре. Я увидела, что овощей много, что можно сделать с овощами пюре? Что вот это вот? Орех какой-то. Орехи, а это каштан. Что с ними делать вообще? Я ни разу уже не готовила каштан. Думаем, ну возьму я этот каштан, кину его в пюре, пусть оно проварится, да и нормально будет. Так и сделаем. С добавлением чуть-чуть каперса. Да. И с картошечкой. И с картошечкой. Там рядом фуа-гра стоит, там рядом соус у нас будет стоять. В общем, у меня уже была картина блюда. Значит, идемте за девайсами. Мы пошли спокойно в кладовую. Идем, идем, вместе. Влада, Влада, мне надо не лежать. Ты летом сделаешь. Побежали. Бегом, я пошел. Побежали, побежали. Джик в кладовую. Сотейник, мандолинка. Все, бегом. Ребята, думаем. Ой, бог, мы его. Господи, почти. Итак, первые минуты распределяем так, что у нас будут стейки. Для соуса. Давай, смотри, ягоды с маслом, со сливками. Чипсы из парея, красиво. У нас были яйца. Ясно сказал, это у нас будут яйца пашот. У нас еще полно овощей. Что нам с ним сделать? Что нам придумать? В итоге решили простую какую-то зажарку делать. И эти каштаны. Жарить их едят. Но мы можем просто для аромата его проварить. Что французы нашли в этом каштане? Вот реально. Пойти у нас их решетик, пособирать каштаны нормально. Можно будет продавать. Я не знаю, что они там этого нашли. У меня вон там под домом растет три штуки. У вас там тоже желтые? Да! У меня в Одессе продаются лотки с каштанами. Можно было пожарить, но они долго жарятся. Можно во фритюре, по-моему, их сделать. Я видел, что каштаны типа во фритюре делают. Во фритюре. Каштан во фритюре! Жарь. Я такая всех расшвернула. Говорю, это малиновый соус. Смотри, это идеальный набор для соуса. Ребята, это малиновый соус. Нет, это будет грибной соус. А тогда зачем тут малина? Я начала спорить с Данией. До последнего со мной спорил Даня. Я говорю, я буду готовить малиновый соус. Мы решили, это будет ягодный соус из малинки. Это будет стейк, обернутый в бекон. На гарнир горошковое, морковное, лучковое пюре и картофельное пюре. На гарнир я очень долго думал и додумался до гениальной идеи. Мы возьмем, протушим овощи в сливках. И, в принципе, я такой, так, все, давайте работать. Значит, смотрите, ребята, я делаю мясо-вырезку. Я сначала хотел сделать медальоны, потом слышал, что много людей тоже их делают, но оно и понятно, как бы это самое популярное. И я решил сделать мясо просто сначала его обжарить, потом довести в духовке и просто нарезанно такие сласят. Мы будем делать овощное рагу. Кважа ты припускаешь отдельно? Ага. А это, это, это. Вот это? И вот это ты так тушишь, можешь чуть-чуть сахара, чуть-чуть в сахар. Нет, да. А куда каштаны? Куда это? Куда то? Боже. Мы собирались уже половину продуктов бухать просто в соусах. Что это такое? Это будет коврик. Это будет коврик. Это будет коврик. Это будет коврик. Сразу видели кучу овощей, хотели сначала делать какой-то суп. Картопля, министруны варим. Нет, суп. А, айс каштанами? Суп? Яйс каштанами. Потом посмотрели, что там мясная вытреска, бекон, суп не получится. И, в общем, как-то все идеи приходили постепенно. Куда яйцо одеть? Я не знаю, что это. Давай думать. Смотри, плачь, а яйца пошли, можно срубить. Да, я умею рубить. На стейке яйцо пошли. Да, да, да. Когда в мой воспаленный мозг доходили какие-то идеи, что можно куда приткнуть, я просто как бешено орала, кричала, махала руками и кричала, что я додумалась. Все, все, работаем. Дошло, дошло. Я придумала сделать паштет из фогра. Да в моем воспаленного мозга дошло. Люди, я уверена, это будет легко. Давайте сделаем из фогра паштет. И по консистенции она напоминала мне паштет, поэтому я про него вспомнила. Паштет из фогра. Паштет. Он такой, Вова, паштет. Он такой, паштет. Паштет из фогра. А давай! Куда использовать белый гриб? Куда использовать белый гриб? Мы задали все этим вопросом и решили его тоже давать паштет. Гениально. Смотрю, что-то дальше. Овощи. Можно сделать пыльной из горошка с морковкой. Да, да, да. Какая я умная. Голос подимаживаю. Наши маленькие кулинары очень стараются, чтобы вам понравилось. Обязательно подпишитесь на наш канал и не пропустите ни минутки этих невероятных эмоций.